Итак, мы находимся в самом начале пути. Курс компьютерной технологии в биологии состоит из последовательных этапов. В самом начале вы определитесь с объектом исследования. Об этом мы скажем позднее, но самое важное, чтобы этот объект был существующий в живой природе, объект из царства животных, растений, грибов. Преимущественно их выбирают участники курса. Самый большой крупный модуль – это сбор информации с первоисточников. Это книги, это цифровые копии, это базы данных, это реферативные каталоги, по которым вы находите актуальную и полную информацию о своих объектах исследования. По сути, это текстовая информация, при этом самым важным моментом является то, что вы должны найти полностью всю информацию, актуальную, научно обоснованную, но источником этой информации будет лишь только сеть интернет, ну и, возможно, некие библиотеки, которые доступны вам в рамках вашей исследовательской работы. Затем очередным модулем будут методы информатики биоразнообразия и возможности геоинформационных систем. В нем вы познакомитесь с возможностью выгрузки информации с глобальной информационной сети, пополнению этой информации, если вы окажетесь в полевой обстановке, в ходе экспедиционных исследований, а, возможно, при работе с коллекциями. Вы научитесь правильно выгружать данную информацию, обрабатывать ее, размещать сведения о местонахождении видов на картах и научитесь, на самом деле, как биолог, готовить хорошие информационные наглядные материалы по пространственному распространению объекта исследования, которого вы выберете в рамках курса. Следующий этап – это биоинформатика и основы филогении. Вы научитесь строить филогенетические деревья, делать реконструкцию таксономических связей современных видов. Но, опять же, на примере тех объектов, которые вас будут сопровождать по курсу. Я думаю, вы поняли логику освоения курса. Вначале идет выбор объекта и введение, погружение в данную тему, проблематику по изучению данного объекта. Затем идут два блока методов. По сути, это раздел материала и методы, как я вам говорил, любого диссертационного исследования. Затем идут полученные результаты. Это тот драфт, это тот актуальный задел, который вы осуществили в ходе применения данных методов. И тем самым у вас сформируется кейс. Это некий проект, по которому у вас и сформированы профессиональные навыки в ходе освоения данных руководств. Возможно, получится на выходе научная статья, заявка на грант, либо диссертационное исследование. Но при этом в рамках полученных навыков вы можете в полной мере раскрыть свои возможности биолога в части работы с компьютерными технологиями. И на завершающей стадии ваш драфт необходимо неким образом оформить. По сути, это презентационный материал, который позволит привлечь внимание к тому результату, который вы получили, а также вступить в коммуникацию горизонтальную с теми же участниками курса, либо с экспертами. Конечно же, в рамках курса мы не сможем охватить все возможности вашей образовательной, либо исследовательской деятельности. Я не знаю, какие вам доступны лаборатории, я не знаю, в каких экспедициях вы участвуете. Я не знаю, насколько высок ваш уровень профессиональных навыков по работе с программами, по работе с ресурсами сети интернет. Что я могу точно знать про вас, так это то, что либо кто-то из вас живет в городе, а кто-то в селе. При этом у жителей отдаленных поселков и населенных пунктов, я думаю, также есть доступ к сети интернет. Иначе как бы вы смотрели данный курс. Поэтому я предлагаю вам в ходе освоения курса обратить внимание и на окружающую вас природную среду. Потому что собранный материал в природной обстановке, с фотофиксацией тех объектов, которые вы выбрали в рамках курса, а также других, вы также можете обмениваться этой информацией с другими участниками курса. При этом вы можете выбрать некую экосистему, которая находится в окрестностях вашего населенного пункта, а также в пойме реки, на берегу которой размещен ваш город. А возможно, любую другую территорию, но та, которая локально связана с вашим местом проживания и, возможно, интересна вам. Тем самым вы увеличите мотивационную составляющую по прохождению данного курса. В завершении обязательно отмечу такой момент. Все материалы и видеоруководства, размещенные на платформе stepik.org, представлены на YouTube и Едином образовательном портале Алтайского государственного университета. При этом последние события и новости, а также актуальная информация доступна вам в сообществе ВКонтакте. Уважаемый участник курса, обращаюсь к тебе на «ты», так как наступил самый важный момент – это выбор объекта твоего исследования. Именно он будет подвергаться всем испытаниям в части прохождения всех уроков, всех шагов. Получив навыки работы с помощью руководств, с помощью практических упражнений, тебе необходимо будет произвести манипуляции и работу именно с этим объектом. Первая ситуация, когда объект у тебя уже есть. Ты являешься зоологом, ботаником, либо любая таксономическая группа, либо единица уже входит в тему твоего исследования диссертационного, дипломного. И предлагаю этот объект выбрать основополагающим. Другая ситуация, когда тебе всегда было интересно о чем-то узнать. Ты можешь выбрать любой объект, хоть кенгуру, хоть какую-то редкую бабочку в тропических лесах Вьетнама. А возможно, тебя всегда интересовали киты. Все это допустимо. С единственной поправочкой рекомендуется взять от 5 до 15 таксонов в одном роде. Ну, если проще говоря, возьми 10 видов одного рода. И это будет оптимальное число для того, чтобы полноценно пройти по курсу, выполнить все упражнения. Ну и последнее, как правило, такое может возникнуть, если ты другой специализации, возможно, ты не биолог. Произведи некий серфинг в интернете. Это очень важный момент в части того, чтобы определиться, какие вообще существуют объекты в царствах животных и растений. А сейчас наступает очень важный момент, когда возникнет ситуация, что ваш объект не исследован на уровне молекулярно-генетическом. И тогда придется повторить цикл, попытаться найти другой объект. Либо, если вам точно определен этот объект в части вашей научной работы, то тогда это возникает ситуация, наоборот, интересного, актуального исследования, по которому вы должны привнести эти данные, освоив методы молекулярно-генетического анализа. Но если вам это специально не нужно, и вам необходимо пройти этот курс в большей части факультативно, то постарайтесь сделать так, чтобы все-таки объект был представлен в сводной агрегационной схеме Генбанка мира. К примеру, мы возьмем объектом исследования по курсу Мятлик, род ПОА. Выбираем любой вид ПОА-Анноа и видим то, что данный таксон представлен в Генбанке. Тем самым вы сможете получить важные последовательности ДНК, которые необходимо будет использовать для построения филогенетического дерева. Можете дополнительно поискать информацию об объектах, которые вас интересуют, и воспользоваться данным ресурсом для того, чтобы производить некую оценку объектов по их наличию в генетических банках. Продолжение следует...